Сепаратисты Подумайте только, они окажутся в пекарне или в сарае, которые занимали часть сарая, была пекарня минонитов. То есть они нос к носу встретятся с анабаптистами, ну, с минонитами, которые крещены по вере взрослые, которые прошли уже этот путь, которые сто лет уже, как крещеные. Я думаю, надо же. Но Джон Смит об этом подумает позже. А пока он только понимает одно, что надо сделать следующий шаг и основать церковь новую. Он крестится сам и крестит всех своих 20 человек. Его будут спрашивать, какое основание библейское для твоего самокрещения. Он говорит, в Ветхом Завете священник сам омывался. Должен был омытым быть перед священнодействием. Ну, во всяком случае, вот он крестился сам и крестил всех своих. И это будет в 1609 году. В 1609 год, начало баптизма. Джон Смит был совершенно... Обыкновенное имя у него, да, но он был необыкновенный человек. Он был очень дерзновенный и очень религиозный, духовно смелый. Ну, подумайте сами. Это же всё-таки очень необычный шаг он сделал. Надо, конечно, поразмышлять и понять, что это означало. Вот это крещение, что означало. Главное в баптизме, значит. Значит, крещение, прям запомните, это революция в сознании. Революция в сознании. Взрослых. Крещение взрослых. Значит, что означает это крещение? Почему это революция в сознании? Это я говорю в связи с сепаратистами и выходом их в баптизм. И первое крещение баптистов. Что означает, почему это революция? Первое. Новый взгляд. Завет Божий заключён не с миром, а с Церковью. Как обществом святых. Так согласны вы? Да. Это мы с вами обсуждали. Но это революция в сознании. И православные не согласны. Они говорят, ишь вы, нашлись святые особенные. А у нас всё соборнее. Весь народ, все вместе, все живущие на земле. Всего. Всего, да. Значит, это революция в сознании. Второе. Святой. Кто это? Святые всегда понимали, что это люди, которые достигли через пост, молитву, сидение на столпе или в пещере, или что-то такое. Новый взгляд на это понятие. Святой – это покаявшийся, прощённый. Христос, то, что мы почитали, Христос сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. Без пятна и без порока святые. Почему? Надо вообще понимать, мы имеем праведность Иисуса Христа. Наша праведность природная, как запачканная одежда. Есть такая антиномия, это третье, почему это революция. Мы имеем общее с протестантами понимание заботы Божьей о каждом человеке. Вы понимаете антиномию в чём? Что мы верим, что Господь заботится о каждом человеке. Кто родился на свет. Он дал ему родиться, он заботится. Он питает его, он научает, он проводит через разные переживания, даёт разные ситуации. В то же время, отличие от протестантизма. Чем баптист отличает от протестантов? Это понятие о церкви. Где не каждый, а тот, который покаялся и крестился. Понимаете как? Он член церкви. Членство через крещение – это совершенно новое. Никто не рождается христианином. Это новое. Против детского крещенства. Ясно? Антиномия в чём? С одной стороны, Бог заботится о каждом человеке, любит каждого человека. И не хочет, чтобы кто погиб. С другой стороны, это церковь. Понятие о церкви, членство через крещение. Крещение только после покаяния. А почему после крещения, а не после покаяния? Потому что человек входит в церковь. Крещение – это вхождение в церковь. Ещё особенность, почему революция. Мы рассчитываем только на духовную поддержку церкви, а не политическую и социальную. В церкви реформации, так же, как и церковь католичная, и православная, они пользовались политической и социальной поддержкой государства. Правильно? Мы не пользуемся. Это особенность. Ещё особенно. Пятый момент. Самоуправление, отделение от государства. При том, что мы заботимся о государстве, молимся за государство. Молимся за правителей, да? Но мы отделённые от государства, и у нас самоуправление. Подумай только. Церковь самоуправляемая, саморегулируемая, самообеспечивающаяся, самораспространяющаяся. Это что-то очень интересное. Государство, мы согласны. Да. Ещё особенность. Способность воспринимать духовное наследие. Это не секта, это христианский принцип. Я очень люблю в прошлом искать наших братьев. Способность воспринимать что? Духовное наследие. Ну, мы с вами изучали патристику. Ну, и последняя особенность. Пересмотр кальвинизма. Пересмотр? Пересмотр кальвинизма пуритана. В этом процессе мы отделяемся от пуритан и приближаемся к анабаптистам. В пуританах есть очень много жёсткого и холодного. Такой даже роман есть, пуританин. Совершенно безжалостный такой человек. Вот. Анабаптисты в полной любви были и заботы друг о друге. В этом русле у нас идёт изменение взгляда на эсхатологию, на пришествие Христа. Вы знаете, что православные видят только одно пришествие. Суд Божий. У нас мы верим и подверждаем Писанием два пришествия Христа. За церковью и потом вот на суд. Потом появились у нас новые идеи в миссионерстве. Миссионерскими только мы тут стали. Я поражена была, что... Ну, доклады должна была делать о миссионерстве среди малых народов. Ну и как историк я хотела рассказать, что было до нас. Что было до того, как Проханов сказал, Христос для инородцев. Что-то было в нашей стране или нет. Поэтому я стала смотреть. Там был Стефан Пермский. Там был Феодорец среди народов. Где Мурманск. Лопари. Лопари там. Вот. Был... Вот ещё там могу назвать вам. Я обнаружила, что православные совершенно не озабочены были миссионерством. Они были озабочены во церковь линию. А миссионерством не были они озабочены. И они не написали ничего про историю миссионерства. А это написал об истории миссионерства наш брат Раймер. О православном миссионерстве. Необычайно поучительно интересная книга. Потому что православный миссионер сразу делается нашим братом. Он должен приводить на понятный язык. Он должен говорить простым языком. Он должен до совершеннейшего язычника довести евангельский взгляд. Поэтому они очень дороги нам. Очень близки нам. И вот об этом очень мало. Понимаете? То есть понятия миссионерства такого нет. Новые идеи. Ещё. Знаете, я хочу вам всем пободрение сказать. Желая обратить всех, мы не унываем от малого результата. Понимаете? Желаем-то всех обратить. Но когда обращается двое, мы не должны унывать. Мы должны радоваться. Об этих двоих. Ну, так или нет? Да, но небо даже ради одного. Ну, смотри, как хорошо. Ой, как хорошо с пасторами иметь дело. Небо радуется, ангелы радуются. Вот, ещё. У нас нет, у бактистов нет национальной церкви. Национальной церкви не было и в Евангелии. Там церкви в таком-то городе, в таком-то городе, в таком-то, в Галатии, там где-то, в Фессалониках. Нету церкви грецы, церкви римской там, римской общины, римлянам. Понимаете как? Нету национальной церкви. И у католиков, и у православных церковь национальная, единая. Одна вот. Нет, неудея неерина. Нет, неудея неерина, нет. Давайте гнигнем, что такое баптизм. Когда крещение детей, то это получается государственная церковь. Все люди, живущие в этой стране, входят в эту церковь. Когда человек взрослый принимает крещение, то это означает создание совершенно новой церкви. И нужно определить отношения с государством, с другими церквами. Нужно определить, как именно живет и чем занимается эта церковь. Ее задачи определить нужно. То есть масса таких вопросов новых возникает, которых не возникало раньше. Ну и он сам написал произведение небольшое «Звезда светлее утреннее». И он был убежден, что он сделал правильно. Но когда, знаете, что скоро после крещения он умрет. Он умрет молодым человеком, там что-то 43 года ему будет. Ну это же не молодой человек, жизнь повидал. Да, ну хорошо, жизнь повидал, тогда в связи с этим я скажу. Как развивалось учение о церкви, как они пришли к этому пониманию. В 1560 году был руководитель пуритан Томас Катрайт. Главные черты евангельской церкви – это святость. Пуританин, святость. Понятно? Пур, чисто. Для ее достижения нужно восстановить новозаветный образец церковного управления. Нет архиепископов, а епископы избираются. Король не вмешивается, но поддерживает вот такую церковь. Духовная автономия церкви – это все кембридж. Идеи Кембриджа, к которым принадлежал Томас Катрайт. Роберт Браун – это глава сепаратистов. Он написал трактат о безотлагательной реформации. Здесь корни баптизма. Лидеры Браунской церкви стали мучениками. Это вот эти вот Пенри. Это были лидеры Гринвид, Бэрроу, Пенри. Не реформировать эту церковь, а покинуть ее. Значит, пуритане хотели реформировать церковь. Сепаратисты покинуть. Потому что христианин должен быть свят и послужен божественным требованием. Только избранные и искупленные должны быть в видимой церкви. Только им принадлежит печать праведности и таинства, и причастия. И Джон Смит, который прошел эти все и пуританство, и сепаратизм. Церковь должна выражать завет верующих с Богом и друг с другом. Это общность людей, которым Бог дал завет, обетование, святыни, Христа как царя, священника и пророка. То есть на наш вопрос, с кем заключен завет новый, мы сегодня разбирали, с кем заключен завет. Со всеми людьми или только с избранными? Ну вот Джон Смит рассматривал это так. Его особенные взгляды. Даже книги не должно быть между человеком и Богом. Дальнейшие рассуждения Смита. Заветные отношения. Но теперь он видит эти заветные отношения как выражение крещения. Истинная форма церкви – это договор между Богом и верующими, выраженный в крещении, в котором ясно виден Христос и его церковь. Это что-то подобное читали у Кальвина. Что в крещении – это у тебя внешние знаки, да, и внутреннее твое единение со Христом. Отделяясь от ложной церкви, церковь отделяется от этой церкви ложной. Он оставил право на самокрещение. Он вопрошал, не лучше ли было бы ему креститься от минонитов, которые уже имели крещение, и тем самым он бы связал эти две ветви – анабаптизм и баптизм. Но дело в том, что он уже умирал, а его друг и последователь будет Хельвис. Хельвис сказал ему, «Нет, Джон, ты сделал совершенно правильно. Мы начинаем новую ветвь. Нам не подходит крещение от минонитов, потому что мы не разделяем их убеждения, изоляции от общества. Мы будем участвовать в магистратах, мы будем ходить на войну, мы будем везде проповедниками, будем служителями Бога, и мы не будем ни от чего отделяться. И потом будет событие уже Кромвеля, это наше следующее повествование уже новой истории. Они будут адмиралами, генералами, губернаторами в правлении Кромвеля. И наша страна тоже переживет то время, когда баптисты, это во время первой года революции, до 27-го, до смерти Ленина, в общем-то, какое-то короткое время, но у нас было огромное количество выдающихся, образованнейших людей, как Рогозин, Марсинковский, Проханов, Каргель, понимаете ли, Николаи Ворон со студентами занимался. То есть это были образованнейшие люди, и они были лидерами церкви. Миссионерством занимался Иванов Клышников, молодой, который кончил юридический факультет, такой был руководитель миссионерского отдела. Но вот потом это все было уничтожено. И у английских баптистов тоже будет все уничтожено. История английских баптистов – публикательнейшая история, как они будут подниматься. Сначала будет свобода вероисповедания, и потом их подъем и полет по всему миру будет. Это будет образование миссионерского общества, и они по всему миру полетят. Кэрри в Индию поедет, начнется огромный труд миссионерства. И я посчитала, мои дорогие, я посчитала, сколько лет прошло от свободы, исповедания веры, до полета. Слышите? 102 года. А мы хотим сегодня-завтра. Ну, времена быстрые, может быть, не 102, может, только 52. Но все-таки не два. За это время написали историю. Масса была диспутов и обсуждений съездов и вопросов конференции по богословию. Ведь у нас проблема, какая у нас ведь? Мы не знаем все о богословии. Так, в общем, понимаете ли, вот эти 102 года, они будут заполнены решением вопросов устройства общин, заботы о чреве, о членах своей общины. Затем, вопросами образования. У нас сейчас, ведь много помогают спонсоры с образованием, вам и нам. А у них тогда это ничего не было. Один служитель умер и оставил в наследство деньги и сказал, на эти деньги 12 человек, вы учите, 12 человек на эти деньги. Представляете, как такими темпами образование шло? Но у нас есть вопросы образования. И все это важнейшие вопросы, потому что страшнейшее было действие этой советской власти, когда в церкви тенденция была уничтожить совсем их. И первым делом кого? Знающих, образованных, интеллигентов и все. Я говорю, что я пришла в церковь, и у нас не было образованных людей. И меня прятали подпольной. Я крестилась за городом, в книгу меня не вносили, и строго нас запретили говорить, что я заведовала кафедрой, доцент, наук и так далее. Понимаете? Запретили совершенно говорить. Но я вроде Лютера вылезла, не смогла усидеть, когда атеисты пригласили на диск у нас. Я туда отправилась. И я, значит, объявилась на все микрофоны, на все магнитофоны. Вот. В общем, были у нас такой период диспутов с атеистами, из чего все замечательно родилось. Десять групп разбора Библии потом родилось. Потом родилась Библия для всех. И преподавание в школах, и издательство. И все мои эти орлы, кто... Вот это. Один из них вот эту книгу, эту газету издает «Мирт. Роман на садь». Почитайте его передовую. Другие издают вот это журнал «Мария», радио, кино, телевидение. Это все вот оттуда, с этих диспутов. Надежные люди и очень сплоченные между собою. Это прямо братство в братстве. И у нас библейская группа вот по следам я туда хожу. То есть крещение от менонитов отвергли баптисты, потому что они убеждены были, что надо во всем участвовать, а не загонять себя в гетто, в резервацию. Поняли? Первоначальное устремление было такое. и поэтому Хельвис, хотя продолжались гонения на сепаратистов, и зная, что он будет арестован, он вернулся сам и вернул всю общину в Лондон. Я все не могла привести, но у меня есть кассета, где рассказывается история той церкви, которая первая после возвращения Хельвиса там, ваптистской образовалась, сам Хельвис будет арестован и тоже казнен, но он сделает это принципиальное дело, он вернет в массу на родину, в народ общину. Это все будет, так, минуточку, там уже не будет Елизаветы, потому что Елизаветы в 63-м, это будет этот, Яков, который скажет, нет епископа, нет короля, и восстановит, значит, так, да. Поэтому, значит, впечатлениях менонитов не состоялось, и поэтому менониты это менониты, а баптисты это баптисты. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok